Рабочий визит в Республику Беларусь совершила на этой неделе делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко. Он встретился с президентом страны Александром Лукашенко. В этом году исполняется 10 лет с момента подписания соглашения между краевым и республиканским правительством о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Александр Лукашенко заявил, Беларусь рассчитывает на активизацию партнерских связей с Алтайским краем. Он отметил, перспективы сотрудничества есть в разных сферах. Например, в животноводстве, поставке сельхозтехники, пассажирского транспорта, в туризме и других областях. Мы интересованы в развитии туризма с Алтайским краем. Это один из красивейших, просто сказочных регионов России. Для активизации поездок деловых и туристических необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее, открытие прямого авиарейса между Минском и Барнауловым. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки. По словам Виктора Томенко, связь между Алтайским краем и Беларусью тесная и неразрывная. Любые разговоры ведутся по широкому кругу вопросов. Во время пребывания в республике российская делегация посетила несколько предприятий и провела переговоры на тему обеспечения технологического суверенитета и импортозамещения. Необходимость поставки комплектующих для белорусских предприятий, которые могут делать в Алтайском крае и делают. Первые шаги мы уже наметили. Сегодня и колесные диски, и полные комплекты, и элементы топливных систем современных поставляет Алтайский край в республику. Шинную продукцию. В то же время встречный объем приобретения, в первую очередь, техники, оборудования, сельскохозяйственные техники. Это то, что интересно сегодня Алтайскому краю. Сказано, сделано. Алтайская делегация побывала на Минском моторном заводе. Это одно из крупнейших промышленных предприятий Белоруссии. Виктору Томенко продемонстрировали модели двигателей, которые работают на топливной аппаратуре Алтайского завода прецизионных изделий. Также главе региона показали дизель-генераторную установку. Он самостоятельно запустил агрегат и оценил работу. Дизельный двигатель, он стабилен. Теперь отсчет начинается. Подогрев. Такую, вот, в зависимости от того, как... На Минском тракторном заводе делегации показали современные модели тракторов и работу конвейера. Кстати, одна из машин – трактор, который в этом году предоставят в качестве учебного оборудования для студентов Алтайского государственного аграрного университета. Отмечу, около 40% всех тракторов, которые наши сельхозпроизводители используют в поле, с конвейера МТЗ. Также делегация посетила музей завода. За всю историю выпущено более 4 миллионов тракторов. Алтайский завод прецизионных изделий и Минский моторный завод сотрудничают более 20 лет. Свою продукцию наше предприятие начало поставлять в 1997-м. Отечественные детали вытеснили импортные аналоги. Сотрудничество постоянно расширяется. Практически все двигатели Минского моторного завода комплектуются форсунками Алтайского завода прецизионных изделий. Данный двигатель устанавливается на трактора, МТЗ, погрузчики, МКДОР и другую спецтехнику. В настоящее время мы практически не используем импортные форсунки. Только Алтайский завод прецизионных изделий. И в настоящее время прошли первые поставки серийной топливной аппаратуры АЗПИ. Губернатор Алтайского края встретился также с главой Гродненской области. Они подписали документ о сотрудничестве регионов до 2027 года. Виктор Томенко и Владимир Караник обсудили план мероприятий в области торгово-экономического, научно-технического и культурного взаимодействия. В частности, речь шла о совместных проектах в сельском хозяйстве, промышленности, культуре, образовании и медицине. По итогам переговоров Виктор Томенко отметил, в делегации Алтайского края почти половина состава правительства региона. Это министры и заместители председателя правительства, которые курируют целые блоки направлений развития и жизни края. Те наработки, которые уже у нас были, мы их будем развивать. И обязательно уделим внимание поиску новых направлений сотрудничества во всех сферах. Повторюсь еще раз, это касается в том числе, конечно, и гуманитарного аспекта, это касается и туризма, путешествий. И Гродненская область, она, наверное, с первых минут очаровывает, но Алтай, в частности, Алтайский край, тоже способен удивлять и влюблять себя. Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник отметил, соглашение, которое действует с 2011 года, имеет давнюю историю. Но, несмотря на рост товарооборота, не все проекты реализованы в полной мере. Я думаю, что действительно такой предстоительный визит и подписание плана на предприятие даст дополнительный, не просто дополнительный, а мощный импульс к дальнейшему развитию отношений между нашими регионами. В Алтайском крае покупаем сырье, в том числе и для наших предприятий, переработки. Но это уже часть продукции, которая у нас, к сожалению, либо не растет, либо растет не в том количестве, которое нам не хотим. В Гродненской области делегация нашего региона посетила крупнейшие предприятия пищевой индустрии. Компании «Гродненский мясокомбинат» и «Молочный мир» входят в число крупнейших предприятий Республики Беларусь по объемам и ассортименту выпускаемой продукции. Представители двух регионов обсудили вопросы сотрудничества в сфере АПК. Актуальные задачи в развитии производственной деятельности и обменялись опытом. Заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов отметил, поездка на эти предприятия была организована белорусскими коллегами по просьбе алтайских специалистов. Современнейшие технологии, современнейшее оборудование, хорошие рабочие коллективы, хороший социальный пакет, ну и ассортимент выпускаемой продукции, естественное качество. И поэтому желание было у нас посмотреть, как все это организовано, как все это делается. Ну естественно и качество продукции, все, чтобы ряд вопросов сравнить, как у нас, где мы лучше, где мы хуже. И если что-то не так, может быть где-то что-то в них позаимствовать для того, чтобы внедрить в себя. Новым импульсом развития сотрудничества станет дорожная карта, которая будет разработана для реализации соглашения, подписанного на заседании двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Республикой Беларусь и Алтайским краем. Первый заместитель председателя Гродненского обл. исполкома Юрий Валеваты отметил заинтересованность в углублении двусторонних связей Гродненской области и нашего региона. Ваш регион нам очень интересен. Мы представлены там и в характере минеральных удобрений, которые мы поставляем, продукцию агропромышленного комплекса. Сегодня мы находимся на предприятии открытого акционерного общества «Молочный мир». Мы присутствуем на полке, мы несем хороший, качественный продукт, продукцию. В этом плане нам интересно развивать торговые, обоюдовыгодные отношения с Алтайским краем.